Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня на основании текста «Евангелие от Луки» 1 глава 27 стих и та же глава «Евангелие от Луки» 36 стих мы рассмотрим такой вопрос. Как могла Елисавета приходиться родственницей Марии, если она сама была из священнического рода дома Аронова? И действительно, когда мы читаем «Евангелие от Луки» 1 глава 27 стих, там говорится, что Пресвятая Дева Мария была из дома Давидова, а это как раз колено Иуды, царственное колено всех царей Израиля. А в 1 главе 36 стих говорится «Вот и Елисавета родственница твоя, называемая неплодной, и она зачала сына, в старости своей, и ей уже шестой месяц». Если она жена священника, то она должна быть из священнического рода. Как такое могло произойти, что Христос как бы происходит из царственного рода и из священнического рода? Что ответить на этот вопрос? На самом деле, Елисавета, конечно, была родственницей, по-славянски южницей, кого-то из рода Иудина, в частности, по отношению к Деве Марии. Но это не всегда означало, что она сама происходит из этого рода. Потому что иногда границы между родами, они нарушались. И человек мог взять себе невесту не из своего рода. И таким образом происходило так, что как бы они, скажем так, роднились, разные колена, друг с другом. Что мы знаем, например, о самом Ароне, который был родоначальником всех священников. Сам он был из колена Левина. Это брат Моисея. Но смотрите, в книге «Исход», 6 глава, 23 стих, сказано, «Арон взял себе в жену Елисавету, дочь Аминадава, сестру Наасона». А разве вот это ветхозаветная Елисавета, дочь Аминадава, то есть из дома Аминадава, сестра Насона, то есть это как бы род, по-еврейски это называется, Шем Мишпаха, фамилия семьи. Она принадлежала разве жена лидера всех священников, патриарха, скажем так? Она принадлежала к Алену Левину? Нет. В книге «Паралипоменон», в первой книге, 2 глава, 10 стих, мы читаем, «Арам же родил Аминадава, а Аминадав родил Наасона князя сынов Иудиных». То есть жена первого первосвященника еврейского народа, который сам был из колена Левина, она была из колена Иуды, из царственного колена. Таким образом, такие прецеденты, они существовали, и мы находим эти имена, скажем так, от которых происходит и новозаветная Елисавета, именно в родословии сына Божия, то есть они не были из колена Левина, но вот как-то сроднились. И если начаток всех священников, первосвященника Арон, будучи из колена Левина, взял за себя невесту, жену из колена Иудина, это уже был создан прецедент. Что уж говорить о том, что сам Моисей, он был женат на Мавитянке, и это семя вошло в потомство Моисея, но никак не ограничивало их в правах. Таким образом, это противоречие выглядит только внешним. Это в современном Израиле могут, ну, скажем так, придираться к тому, что если человек из колена Левина, ему могут отказать в разрешении на брак с представителем не колена Левина, потому что они боятся потерять это колено, колено Левина, что оно растворится в другой еврейской крови. Но, как мы видим в древности, такой строгий порядок, слишком кошерный, он не работал и не существовал. И другая сторона этого вопроса, если во Христе соединяется священническое колено и царственное колено, давайте вспомним, что в догматическом православном богословии говорится о трех служениях человека Христа Иисуса. В своем человечестве, он, будучи и Богом, и человеком, он совершал служение царя, первосвященника и пророка, записано в догматическом православном богословии Макария. Потому что он в себе соединил достоинство царей, будучи царем царей, первосвященническое достоинство. Смотрите, как в послании к евреям апостол Павел восхищается, что мы имеем такого первосвященника, который входит в небесное святая святых не с кровью там тельцов, агнцев, а со своею собственную кровью. Он в своем человеческом служении, будучи Богом, он совершал и пророческую миссию, на чем настаивается в православной догматике. И это как бы полнота, наполняющая собою все. Потому что во Христе, как сказано, полнота божества телесна. Это у апостола Петра записано. А в человеческом смысле он превзошел и царей, и пророков, и первосвященников, будучи не только истинным человеком, но и истинным Богом. Таким образом, это недоумение внешне устраняется. И мы лишний раз убеждаемся с вами, что противоречия могут существовать только в сознании людей, мало думающих над страницами Священного Писания, которые выдергивают тексты из контекста и не видят всей картины, о чем нам свидетельствует это удивительное слово. Как сказано, мы имеем вернейшее пророческое слово и правильно делаем, что прибегаем к нему, как к светильнику, сияющему во тьме. Действительно, свет библейского откровения, во тьме светит, и тьма не может его объять. Друзья, я знаю, как некоторые из вас ждут новые передачи, не только те, которые я организую на нашем портале, но и другие, не менее интересные, священнослужители и миряне, богословские образованные люди. Поэтому, чтобы вам не затеряться между разными авторами и не пропускать сообщения, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах того или иного автора, который трудится на этом библейском портале, трудится для вас, чтобы мы все имели разумение по отношению к Писанию. Берегите себя и спаси вас, Христос! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...